Посадка леса обычно начинается со сходом снежного покрова и оттаиванием почвы, а завершается с появлением на деревьях первых листочков. В этом году из-за тёплой зимы сезон лесопосадки начался на месяц раньше. Лесники уже вовсю занимаются посадкой лесных культур. В лесничествах Старобинского лесхоза планируют посадить 510 гектаров сосны с берёзой и 20 гектаров дуба. Преимущественно площади пострадавшей от жука-караеда, есть горельники, то есть площади, которые пострадали от пожаров, и от трубок главного пользования, там, где производилась заготовка спелого леса, дабы он не портил свои технические свойства. Только на этом участке, недалеко от реабилитационного центра «Зелёный бор», на площади в 2,5 гектара заложат порядка 16 тысяч новых сосен. Перед посадкой вырубленную лесосеку с помощью техники очистили от порубочных остатков, подготовили почву и сейчас ведут восстановление лесных культур. На посадке леса работают специалисты лесхоза, привлекают и население по договорам подряда. За день один работник успевает посеять около восьми сотен семян. Плоды своих трудов лесники увидят не скоро. Понадобится около восьми десятилетий, чтобы на этом месте вырос спелый лес. Сосна очень прихотливая, то есть траву надо обкосить вокруг, поросли нежелательную, из крушины, берёзы тоже выкашиваем. То есть до семи лет, годов пять-шесть надо проводить. Большая часть работ по посадке леса в этом сезоне пройдёт на участках пострадавших от жука караеда. Пик его активности пришёлся на 2017-2018 годы. Всего караедом в районе были уничтожены 4000 гектаров сосновых насаждений. Все участки полностью восстанавливаются. Сейчас активность вредителя пошла на спад, говорят лесники. Хотя терять бдительность рано. В апреле ожидается вылет караеда. Тогда и можно будет объективно оценить ситуацию. Продолжение следует...